В этом видео мы, Татьяна Евгения Гордеева, рассказываем, как побеждаем колорадского жука на картошке. Основную информацию мы уже показывали, но нас продолжают спрашивать про жука в комментариях каждый день. Поэтому мы сделали отдельный фильм с ответами на все основные вопросы. Водится ли у нас колорадский жук? О да! Еще как! Если в наших Ростовско-Луганской областях заранее не испортить жуку аппетит, то уже через одну-две недели после всходов от картошки останутся обгрызенные стебли. И что особенно неприятно, уже вот в таком маленьком возрасте есть уже даже кустики пресловойней картошки, которые полностью съели. Нет уже ни одного листа, и уже красные жуки вылупились. А в наших фильмах жуков не видно потому, что мы используем системный подход. И справляемся прежде всего профилактическими мерами, чтобы у жука изначально не было шансов навредить. Перед посадкой обрабатываем клубни от жука системными препаратами. В плане профилактики в наших условиях это самое действенное средство. И примеры действующих веществ дальше в фильме. Обработку проводим обычно с утра в день посадки. В нашем жарком регионе далеко не всегда картофель сильно страдает от заболеваний вроде фитофтора. Но колорадский жук носит характер эпидемии даже при соблюдении правил агротехники. Поэтому подпосадочная обработка обязательна. Разумеется, для регионов, где вредителей мало, их возможно собирать вручную, либо использовать натуральные отпугивающие средства вроде луковой шелухи или березового дегтя. Жуки жирные. Вот такие уже крупные вырастут. Да, самый смак. О разнице вредоносности жука в разных регионах еще расскажем. Дальше в фильме. Мы же предпочитаем современные системные препараты промышленного производства. Их эффективность выше и обрабатываем картофель только один раз перед посадкой. Четко придерживаемся инструкции производителя, чтобы до сбора урожая средства успевали разложиться до безопасных концентраций. А вот и жучки полезли. Средства, которые мы обрабатывали во время предпосадочной обработки, уже явно перестало действовать. Жуки уже недели две-три как появились на картошке. Но для поздней картошки это уже не слишком актуально, потому что у нее большой пласт листьев, много зелени. Жуков не настолько много, чтобы они успели ее съесть. Но для ранней уже, естественно, тоже это уже практически без разницы, потому что она уже все, ее уже пора убирать. Красненькие вылупились. Это в тему того, что... Давно уже яда никакого нет. Да. Судя по жукам, которые появились, яда тут уже никакого нет. Но опрыскивать уже не хочется, потому что это ранний лук. Вот тут куст порядком объеден. Одни вот веточки остались кое-где. А чтобы вредители не привыкали к протравителям, стараемся в разные годы применять средства с различными действующими веществами. Поэтому и ориентируемся при покупке не на название препарата, а на его состав, написанный мелким шрифтом. Например, если в прошлом году действующими веществами были имидоклоприд и пенсекурон, то в этом году или на следующий можем взять препарат на основе клотианидина и пенфулфена. После протравливания обязательно подсушиваем несколько часов, чтобы картофель не гнил в земле. Обратите внимание, что в составе препаратов по два вещества. Их действие направлено как на вредители картофеля, так и на распространенные заболевания. Важный момент. Конкретно у показанных ранее состава веществ срок защитного действия порядка двух месяцев. Очевидно, что использовать их для обработки очень ранних сортов картофеля, дающих урожай раньше, чем через два месяца, строго запрещено. Например, у нас весенняя обработка перед посадкой выходит в среднем на апрель, а уборка урожая даже ранних сортов не раньше второй половины июля, а то и в августе. Поздние же сорта убираем иногда и в ноябре. Получается солидный запас в плане безопасности. Проходит порядка трех месяцев и больше. Поэтому повторимся еще раз. Мы сознательно показали именно действующие вещества и их концентрации, а не название препаратов. Дело в том, что с показанными веществами уже на данный момент в продаже встречается больше сотни разных препаратов с разными названиями. В том числе есть и с абсолютно таким же составом по веществам, и каждый год появляются новые названия. Есть и препараты с другими концентрациями веществ и с другими веществами, с другой продолжительностью защитного действия и предназначенные для других целей, в том числе и не только для предпосадочной обработки. Мы же выбираем препараты со свойствами, подходящими именно для наших целей, с учетом регионов по вредоносности жука, трудозатрат, сортов картофеля и технологии выращивания. Плюс стараемся чередовать вещества и не обрабатываем одинаковыми каждый год. Поэтому не стоит слепо следовать каким-то рекомендациям, желательно понимать общие принципы и самостоятельно подбирать препараты именно для ваших целей. Например, с более коротким периодом защитного действия для сверхраннего картофеля и не обязательно для обработки перед посадкой. Также, поскольку в продаже иногда все-таки встречаются некачественные препараты для предпосадочной обработки, минимум раз в одну-две недели проверяем картофельный участок на наличие колорадских жуков. Единичные уступы не страшны, но если в зелени начнут явно выделяться выединенные с жуками проплешные обилие яйцекладок на листьях, стоит провести опрыскивание каким-нибудь малотоксичным препаратом с коротким сроком действия, например, бетоксибацелином, чтобы действующие вещества успели разложиться до уборки. Еще пример состава на основе аверсектина С. С ним тоже есть разные препараты с другими названиями и иными концентрациями. Поэтому и ориентир для поиска в торговых точках, действующее вещество, концентрация, инструкция по применению. Ну а бетоксибацелин озвучили из-за того, что знаем препарат еще с советских времен, только под одним названием, хотя возможно бывают и другие. Да и не хочется коверкать нашим произношением латынь. Впрочем, если есть желание поприкатиковаться, состав на экране. У обоих препаратов короткий срок ожидания при обработке картофеля и допускаются несколько обработок за сезон. Из важных моментов стоит помнить, что в этих препаратах, хотя и используются вещества весьма широкого спектра действия, но они биологического происхождения. И для эффективного применения желательно внимательно изучить рекомендации производителей, в том числе по концентрации рабочего раствора, сухости погоды и температуре. Например, у Аверсектина-С эффективность действия в зависимости от температуры воздуха может быть как в несколько раз выше, так и в несколько раз ниже. Разумеется, это не профилактическая обработка и применяем только в крайнем случае, если предпосадочная обработка не сработала. В плане же профилактики от колорадского жука в обязательном порядке применяем также севообороты. По данным научных исследований, севооборот снижает до 96% поголовье первых весенних жуков за счет того, что перезимовавшие жуки не летают и к новой пище на новый участок могут добраться только пешком. На этом явлении основаны и ловчие канавы с пластиковыми стенками под углом круче 45 градусов. Мы высаживаем картофель каждый год на новом месте. По возможности там, где перед ним не росли массово посленовые, вроде томатов, перца, баклажан, в условиях небольшого приусадебного участка вполне получается возвращать картофель на прежнее место с пропуском одного-двух сезонов. Имеет значение в плане профилактики глубокая перекопка участка с оборотом пласта. Дело в том, что жуки зимуют на глубинах от 10 до 50 сантиметров и забираются тем глубже, чем легче по составу почвы. Причем за зиму на глубине 10 сантиметров гибнет больше 40% их поголовье, а на глубине 50 сантиметров лишь доля 1%. Очевидно, что на нашей сплошной глине сильно глубоко жуки залезть попросту не могут, а перекопка в холодное время слоя почвы 25 сантиметров не только выворачивает жуков ближе к поверхности, но и увеличивает глубину промерзания земли, что тоже уменьшает шансы жуков на выживание. При наступлении устойчивых ночных осенних заморозков копаем. У нас в Ростовской и Луганской областях это октябрь-ноябрь. До декабря из овощных культур редко что-то значимо дотягивает даже при интенсивном земледелии. Перелопачиваем участок, где запланирована посадка картофеля, копательными вилами. С оборотом пласта по возможности переворачиваем верхний слой почвы на 180 градусов. Крупные комки не разбиваем, так лучше промораживание и эффективнее сбор снеговой влаги. В наших технологиях выращивания профилактическим мерам можно отнести и мульчирование картофельного участка сена. Поскольку применяем смешанное сено, в нем есть и травы, вроде пижмы, полыни и прочие. Как прямо отпугивающие новых жуков, так и мешающие им ориентироваться по запаху. Чтобы польза от фильма была не только нашим землякам, но и жителям других регионов, показываем данные по зонам вредоносности жука. По всему миру не покажем, а для стран СНГ да осилим. Впрочем, информация это еще времен СССР. Названия многих регионов устаревшие, но разобраться вполне можно. Да и сути будет достаточно для понимания, что в разных местностях меры борьбы с вредителями далеко не одинаковы. Колорадские жуки выносливы и плодовиты. В благоприятных условиях всего одна самка жука за сезон может раскидать по кустам картошки до 2000 и больше яиц. Но жуки все-таки звери теплолюбивые. Интенсивность их размножения зависит от климата. К примеру, если ниже плюс 12 тепла, уже не могут размножаться. Их эмбрионы не развиваются, а оптимум выше плюс 20. Естественно, что и вредоносность жука в том или ином регионе зависит как минимум от климата. Условно выделяются три зоны – умеренного, большого и особенно большого вреда. Очевидно, что если в регионах первой зоны можно вообще ничего не делать, даже если жуки есть, условия для них здесь принципиально не подходят. Хотя картофель при таких температурах образует клубни лучше всего. Во второй зоне ситуация серьезнее. Но часто достаточно просто отпугнуть от участка чем-то относительно безопасным. Не удивимся, если кому-то хватает севооборота, перекопки, мульчирования, древесной золы. Или же отпугивателей, вроде макания в раствор дегтя, луковой шелухи или цитрусовых корок в лунках. Опрыскивание настоем цитрусовых и тому подобных мер. А вот в третьей зоне за четверть века мы пробовали помимо современных на тот момент препаратов и многие народные средства. Включая даже экзотику вроде черных бобов в качестве растений и уплотнителей. Уплотняли фасолью, укропом, чесноком, луком, календулой. Опрыскивали и настоями, отварами растений из числа доступных в наших краях. Несколько лет даже выращивали табак махорку и как живой уплотнитель отпугиватель. И для опрыскивания в сочетании со стиральным порошком, мылом и прочим. А деревешную золу популярный отпугиватель вредителей и сейчас применяем дважды за сезон, но уже как удобрение. Проблема в том, что отпугивающие средства отпугивают не больше 60-80% вредителей. Поэтому при слабой вредоносности отпугивать эффективно и достаточно. Но в третьей зоне оставшихся жуков с учетом их плодовитости в благоприятных условиях все равно достаточно, чтобы уничтожить урожай. Раньше часто даже дополнительно собирали жуков вручную. И хорошо знаем, насколько все это трудоемко. Да и площадь огорода у нас была тогда 30 соток, а не пара соток, как теперь. Приключений хватило с головой за те годы. Поэтому сейчас из труда затрат на колорадского жука у нас в пределах 20-30 минут на обработку клубни перед посадкой. И все. А остальные профилактические меры, вроде севооборота, перекопки, мульчирования, отдельно для себя не выделяем, как меры от жука. Хотя по факту они ими и являются. Но все эти меры выполняют множество других функций. Поэтому применяем в любом случае. В конце концов, знания, опыт, адекватная агротехника и здоровые растения – это крепкая основа выращивания в любых регионах. С основы лучше и начинать. А для аварийных ситуаций, включая нашествие карантинных вредителей, существуют и эффективные меры профилактики, вроде различных препаратов, как химических, так и биологических. Если точно знаете, что сейчас ситуация в ваших краях уже изменилась, регион сместился в другую зону по вредоносности жуков, пишите в комментариях, что изменилось, много ли жуков и как справляетесь. Вот и будет шанс получить самую актуальную информацию для всех и даже в будущем. Во всяком случае, в наших краях ситуация за последние лет 20 изменилась заметно. Ведь если раньше первые препараты для предпосадочной обработки только появились в продаже, хватало одной обработки, чтобы колорадских жуков практически не было еще пару лет. То теперь в обязательном порядке обрабатываем каждый год. Изменился и климат, изменились и жуки, но изменились и мы. И в заключении. Хотелось бы сказать несколько слов и о мифах, начинающихся с фанатичных лозунгов против применения так называемой химии. Ребята, химия везде. Как и мы сами. Есть факты и есть домыслы. И нет смысла говорить о вредности или полезности без понимания умения пользоваться, да еще и в неопределенной ситуации. Как и без знания классов опасностей, данных по предельно допустимым концентрациям, без учета времени воздействия конкретных количеств веществ относительно конкретного же веса человека. Картофель ведь и сам по себе может быть ядовит для человека. Содержит яд солонин, из-за которого пока люди не понимали и ели ботву вместо клубней, и потом вовсе не выращивали картофель во многих регионах из-за страха отравиться. Химия, любые вещества, это лишь инструменты, как молоток. Кто-то забивает им гвозди, а кто-то бьет по пальцам. И не только. Еще наглядный пример и факты. У пересисленных нами веществ для обработки картофеля в среднем третий класс опасности для человека. Включая синтетические аналоги никотина из состава предпосадочных препаратов, имидоклоприд и клоутианидин. И препараты биологического происхождения с аверсектином С и бактериальными спорами. Из всем известных веществ, тоже с третьим классом опасности. Уксусная кислота, знакома всем в виде раствора, как уксус. Пищевая сода и лимонная кислота, повсеместно привычные всем на кухне. Кальцинированная сода применяется при стирке для смягчения воды и как пищевая добавка. Мочевина не только в одобрении, но и пищевая добавка опять же. Да и вообще, конечный продукт обмена веществ у млекопитающих, включая человека, вырабатывается в печени. Разумеется, каждый сам решает, какие вещества и как использовать. Можно ведь обрабатывать и растительными препаратами, считая их более безопасными. Но стоит понимать, и в растениях тоже химия. Например, настои и отвары махорки табака, применяемые от колорадского жука и других насекомых, содержат никотин, который, как и его синтетические аналоги, тоже третьего класса опасности. С опасностями химии придется столкнуться, даже если собирать жуков каждый день вручную. Ведь регулярная беготня по междурядям приводит к уплотнению почвы, при котором в ней не смогут расти корни. Стоит учитывать, и что если не обеззараживать руки или инструменты после каждого куста, есть риск растащить вирусные заболевания с одиночных больных растений по всему картофельному участку. И не факт, что токсины в растениях, образовавшиеся из-за заболеваний, будут полезны для здоровья. Разумеется, не стоит увлекаться обработками чрезмерно. Насколько знаем из научных изданий, картофель, поступающий в торговлю, за сезон столько раз обрабатывается всевозможными препаратами, что действительно впору волноваться. Например, по данным за 2016 год, картофель в европейских странах за сезон в среднем получал от 12 до 19 химических обработок. В России в фермерских хозяйствах от 4 до 6, а в крупных агрохолдингах от 9 до 11 обработок. Именно поэтому, чтобы улучшить ситуацию, проводится и множество научных исследований, экспериментов в области более экологичной защиты растений от вредителей и заболеваний. С использованием в том числе и предпосадочной обработки. И в частности, с применением экстрактов растений, а также грибов, бактерий, вирусов, фитогормонов, магнитных и электрических полей, ультра и инфразвука, ультрафиолета, холодной плазмы и прочего. Чтобы стимулировать собственные защитные функции растений, сделать их сильнее для эффективной самостоятельной борьбы с вредителями и болезнями. Чтобы за счет устойчивости к любым неблагоприятным факторам, серьезно повысить урожайность в целом. В открытом доступе уже хватает данных. Есть и об увеличении урожайности почти вдвое с помощью кратковременной предпосадочной обработки и ультрафиолета. И об увеличении эффективности действия более безопасных биологических препаратов в сочетании с электроимпульсной обработкой. Наука не стоит на месте. Вот и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями удачи и отличных урожаев. С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт выращивания картофеля и умеете эффективно справляться с колорадским жуком, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 130 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.